здравствуйте друзья здесь Деменков Юрий и наконец у нас очередное видео с Иваном Родионовым сейчас уже новая обстановка вы видите здесь у нас чаша чаша изобилия поэтому речь идет об инвестициях о ценности телеграм-канала с точки зрения инвестора и в предыдущем видео мы уже коснулись того что телеграм-канал может являться не только подспорьем в бизнесе но и становится самостоятельным нематериальным активом а раз это самостоятельный нематериальный актив то он конечно же интересен инвесторам и так с точки зрения инвестора чем интересен вот ваш проект люди у нас для инвесторов есть целая линейка предложений и зависит она от суммы инвестирования то есть мы что предлагаем мы предлагаем инвесторам инвестировать денежные средства в телеграм-канал конкретно они вкладывают денежные средства и это конкретный канал который резервируется за каждым инвестором он Он является сам по себе активом и является стоимостью. Единственной особенностью является, инвесторы, которые инвестируют от 500 тысяч рублей, они получают в залог канал. То есть он временно на период договорных отношений перерегистрируется именно на инвестора, чтобы он мог этим каналом управлять как владелец. То есть инвестор по сути не рискует в данном случае деньгами, потому что он владеет активом. То есть такая форма удобная имеется у Телеграма. Различные другие, допустим, сети, Facebook, Instagram профили, YouTube нет возможности передать. То есть они напрямую запрещают передавать такой актив, а у Телеграм канала есть такая возможность. И мы этим пользуемся активно, и инвесторы у нас вкладываются и получают доход. Какой доход получает инвестор? Ну смотрите, вот минимальная сумма у нас здесь входа составляет 200 тысяч рублей. И при сумме в 200 тысяч рублей инвестор получает годовую ставку 22% годовых. Фиксированную? Фиксированную, да. И он получает, соответственно, ежемесячные выплаты. Понятно. То есть инвестор получает 22% годовых. Возврат от инвестиций, в принципе, это нормально, я считаю. Ну хорошо, для него это интересно. А что дальше? Ну конкретно он покупает канал. Чем занимается канал? Инвестору мы предлагаем, по сути, инвестировать денежные средства. Канал мы ему какой-то предлагаем свой. Либо тот, который у нас в линейке есть сейчас на продажу, либо, соответственно, это под конкретный бизнес. То есть это канал, посвященный конкретному бизнесу? Да, абсолютно конкретно. Ну давайте пример приведу, то есть вот, например, у нас есть там клиент, который занимается психологией, да, то есть вот клиенты, которые занимаются курсами по ораторскому искусству, то есть искусство выступать там красиво. По инвестициям кто-нибудь есть? Да, есть вот у нас один клиент по инвестициям, да. Хорошо. И, соответственно, ну вот такого рода бизнесы. Есть бизнесы, ну совершенно какие-то более такие реальные, то есть они как раз-таки связаны, например, мебельные бизнесы, там производственные в том числе бизнесы. То есть инвестор может выбрать какой-то из направлений, какой-то канал, вот он выбирает его, получает 22% годовых, но на чем зарабатывает канал, откуда берутся деньги? Ну вот мы, кстати, в предыдущем видео очень хорошо рассказали, если есть инвесторы, которые не смотрели прошлое видео, там мы рассказывали... Ссылочка в правом верхнем углу. Да, о бизнесе, там два источника дохода. Во-первых, бизнес конкретно зарабатывает на заявках и еще сам канал приносит по себе маркетинговый бюджет. Собственно говоря, мы занимаемся тем, что, ну вот именно наше агентство, мы пишем контент определенный, мы размещаем этот контент, мы собираем для бизнеса заявки, собираем и продаем рекламу на этих каналах. И таким образом мы генерируем источник дохода, который распределяем инвесторам, которые уложились. А что платит вам бизнес? Бизнес нам платит агентское вознаграждение за клиентов. То есть мы по такой схеме... То есть вы как бы работаете как партнеры с бизнесом, да? То есть на партнерке вы зарабатываете деньги, во-первых, а во-вторых, вы зарабатываете деньги на рекламе от других бизнесов смешных и часть этих денег вы отдаете инвестору в виде фиксированных платежей. Правильно я понимаю? Да, верно. А значит то, что остается сверху, вы остаете себе, правильно? Да, именно так. Понятно. Но мне кажется, это вообще интересно, потому что получается, что бизнес, по идее, ничего не вкладывает, он получает клиентов почти бесплатно, но после того, как клиент сделал заказ, он платит вам вознаграждение, правильно? Да. Исполнение заказа. Лерно. Бизнес может рекламировать, может не рекламировать себя, но это как бы его выбор. Если он видит, что это приносит клиентов, то это приносит клиентов, то тоже хорошо он рекомендует себя, вот, и инвестор получает хорошую прибыль. Кстати, вот некоторые бизнесы, они именно с нами начинают работать по такой схеме, они по сути являются вначале инвесторами, увидят, что это работает в их нише и потом предлагают выкупить этот канал, то есть, чтобы стать уже... Забрать себе. Забрать себе, потому что, ну, видят, клиенты идут, все хорошо, и мы даем такую возможность бизнесу. Единственное, он доплачивает за количество подписчиков, которое прибавилось, то есть, с момента, когда мы начали работать, потому что каналы, ну, вы видите, да, наши каналы постоянно растут, то есть, наша медиа-сеть постоянно растет. Это самостоятельная ценность, да? Эта ценность постоянно набирается, верно. Имеет ли право инвестор вот на период договора вмешиваться в контент-план? Инвестор вообще никаким образом. С инвестором регламентированы два у нас договора, это договор купли-продажи канала и договор аренды канала. То есть, по этим договорам мы работаем. И инвестор получает по договорам аренды конкретно фиксированные платежи с этого канала. Понятно. То есть, инвестор, так сказать, ну, как понятно, он получает гарантированный фиксированный доход по договору. И он является владельцем канала. Такой тонкий вопрос. Вы знаете, что у нас хотят закрыть Телеграм, как средство связи. И что тогда? Ну, смотрите, прежде всего хочу сказать в защиту Телеграм-канала. Это распределенная система серверов. То есть, на текущий момент пять стран обслуживает Телеграм-канал, и каждый канал является, соответственно, ну, и каждая страна является автономной. То есть, у Телеграма очень хорошая защита в этом плане. Но Роскомнадзор действительно, как бы, постоянно продвигается в этом направлении. Несколько лет никак не может справиться. И здесь я могу сказать, что... По-моему, он уже и не очень хочет. Уже и не хочет. И на самом деле я лично к этому отношусь как определенный пиар, который... Вы знаете, что Телеграм вырос до миллиарда подписчиков уже. То есть, и там сделок тоже проходит больше миллиарда сделок именно по ссылкам, по оплатам. Да мне вообще нравится Телеграм. Я вот с него балдею просто. Я согласен полностью. Но, как бы, это... Мы понимаем этот риск, мы его учитываем. Мы растем как медиа-сеть, и мы развиваем параллельно и другие, соответственно, каналы. Яндекс.Дзен. Развиваем, соответственно, Инстаграм. И мы, как бы, распределяем риски для того, чтобы максимально обезопасить инвесторов. И опять же, в данном случае, как бы, с каждым инвестором у нас индивидуальные условия. Мы готовы пообщаться. Если у них есть какие-то опасения, мы ответим на все вопросы и максимально действуем в интересах инвесторов. Но вы понимаете, что вот наши проекты одни из немногих, которые вот пережили эту пандемию, и бизнесы работают, и все остальное. Так это интернет, естественно, они переживают. Наоборот, они сейчас развиваются. Да, и даже реальные бизнесы, с которыми мы ранее приглашали инвесторов, здесь тоже у нас все стабильно. То есть, получается, что это, ну, на самом деле, даже не просто канал, а целая сеть, медиа-сеть. Да, у нас медиа-сеть. То есть, вообще, мы можем вполне стать через какое-то время средствами массовой информации и быть интересным к покупке такими телекомпаниями, как НТВ, РНТВ. Ну, то есть, это наши такие далеко идущие планы. Я немножко подраскрыл. Ну, а почему нет? Потому что, ну, на самом деле, все это развивается, все это взаимосвязано. И, ну, в принципе, я-то являюсь, ну, как бы, автором Ютуб-канала, и я понимаю, как все это связано. И поэтому, ну, на самом деле, я понимаю ценности и Телеграм-канала. Я это вижу, что он стоит. Я понимаю, что в это надо вкладываться. Почему? Я все-таки, ну, продолжаю общение с вами. И мне это интересно. Вы просто даете новые идеи. Во-первых. А вторых, ну, то есть, есть вещи, которые, ну, просто, на которые, например, у меня выходили годы. А здесь получается, что вот то же самое можно сделать буквально за месяц. Это обалденно. Мы действительно проходим какие-то шаги очень быстро. Айти-бизнесы – это самое передовое. Ну, за счет денег, на самом деле. Конечно, мы и бюджеты вкладываем. То есть, этот рост не просто потому, что, как бы, какие-то есть секреты. Мы тратим колоссальные бюджеты для того, чтобы, соответственно, наших клиентов… Я это знаю просто. Как качественно, действительно, как бы упаковывать с точки зрения подписчиков. Да, то есть, это неспроста вообще такие деньги, потому что эти деньги вкладываются именно в развитие канала, именно в быстрое развитие канала. Это стоит того, потому что, ну, не так легко все-таки большое количество клиентов, ну, там, 10 тысяч за месяц набрать, это стоит денег, на самом деле. И оно того стоит. Ну, что я могу сказать еще, ну, для инвесторов, вот какое предложение можно? Ну, инвесторам я еще могу сказать то, что те инвесторы, которые вкладывают там от миллиона рублей, они получают ставку 36% годовых, которая уже полюбилась нашим всем инвесторам, да, которые к нам обращаются. То предложение, которое было актуально для госзаказа, это 3% в месяц, это стабильные выплаты ежемесячно. И здесь, как бы, еще дополнительный такой залог канала, который, в принципе, инвестору очень нравится, он, как бы, является владельцем такого актива, и при этом это действительно пассивный доход с точки зрения инвестора, и он вкладывает, помогает реальному бизнесу. А реальный бизнес сейчас действительно нуждается в помощи, как понимаете, да? Ну, давайте подытожим немножечко. Получается, что, ну, от 200 тысяч уже можно начать Да, с 200 тысяч рублей мы можем уже заключать договора. Да, то есть уже можно стать владельцем канала и получать с этого стабильный доход, правильно? Так точно, верно. Ну, спасибо, что я могу сказать. Я думаю, что чаша изобилия, она неспроста, она наполнится, вот, да, да, хорошо наполнится деньгами. Ну, спасибо, я надеюсь, что, в общем, сказать, я верю, что у вас прекрасное будущее, на самом деле, вот честно скажу, вы меня заряжаете энергией, вот прямо вот, ну, почему я здесь? Потому что, вот, действительно, я получаю новые идеи, новые заряды энергии. И я думаю, что оно того стоит. Я, вот честно скажу, вот, ну, поинтересуйтесь, просто вот зайдите на ссылку под данным видео, посмотрите, спросите, если у вас есть вопросы, если у вас есть сомнения, тоже скажите эти сомнения, скажите, Иван, ты, блин, вот, вот ты, это не так, это не так, что у вас вообще, значит, какие у вас возражения против этого? Иван, вы ответите на это возражение? Конечно, да, вы можете оставить комментарии под видео, вы можете... Самые зловредные? Самые зловредные, да, тем более, вот, уже такие были комментарии, мы их с удовольствием отрабатываем, и что... Не боитесь, да? Да, конечно, мы всегда встречаем проблему лицом к лицу. Вот мне нравится вот ваш клипс, потому что, блин, как вас только не называли, а ничего, нормально. И бизнес идет. Спасибо, спасибо, Юрий, приятно работать, рад будем помочь инвесторам, подписчикам вашим, стать еще богаче. Ну, а я надеюсь, что, ну, от Ивана еще будут какие-то идеи свежие, новые, потому что все это развивается, все это растет, и, ну, вы видите, что, значит, вот инвестиции в реальный бизнес, от инвестиций, там, в бизнес-такси, в типографию, пожалуйста, вот, ну, сказать, инвестиции в IT-технологии, и это здорово, на самом деле, и это сейчас, на самом деле, очень-очень актуально, и я вот прямо могу сказать точно, это работает. Спасибо. Благодарю. До новых встреч.